Всем добрый день! Садитесь, пожалуйста. И у нас план на сегодня еще несколько таких дополнительных главок разобрать. Одна из которых будет посвящена вот какой ситуации. Если у нас есть с вами линейное преобразование, вы иногда можете найти собственный вектор. Даже очень часто можете найти собственный вектор. Собственный вектор это почти то же самое, что одномерное инвариантное подпространство. То есть, если вы породите этим собственным вектором подпространство, вот будет инвариантное подпространство. В какой ситуации вы не сможете найти одномерное инвариантное подпространство, просто нет собственных векторов? Такое вполне может быть, если, например, все корни характеристического многочлена не вещественные. Ну вот оказывается... Да, давайте сразу пометим, что, чтобы сегодня не уходить далеко, сегодня, по-моему, все, что будет сказано, относится к вещественным пространствам. Есть там комплексные обобщения. Ну, с комплексными-то этот вопрос полностью ясен, да? То есть там вы находите характеристические числа, и обязательно каждое характеристическое число – это собственное значение. В комплексном смысле там все в порядке, обязательно есть собственный вектор. А вот в вещественном случае не всегда. Да, ну, есть такая теорема, что ежели нет одномерного инвариантного подпространства, то есть обязательно двумерное. То есть если у вас фи, некоторое преобразование н-мерного вещественного пространства, линейное преобразование, тогда существует одномерное или двумерное инвариантное подпространство. Давайте вот то, что я сказал, аккуратнее запишем. Первый случай. Существует лямбда-вещественное характеристическое число. Тогда мы все понимаем. Значит, существует собственный вектор какой-то А, и его линейная оболочка – это искомое одномерное инвариантное подпространство. Второй случай, который нам интересен. Что же делать, если все характеристические числа не вещественные? Тем не менее, давайте рассмотрим какое-то комплексное характеристическое число. Что значит, что это характеристическое число? Это значит, что если мы работаем в каком-то базисе, φ в этом базисе имеет матрицу А, то на самом деле матрица А минус лямбда-Е имеет нулевой определитель, вырожденный. Правильно? Ну, это просто определение характеристического числа. Это определение характеристических многочленов равен нулю. Вот это вообще, говоря, тут комплексная матрица лямбда-комплексная. Правильно? А вещественная матрица лямбда-комплексная. Значит, это комплексная матрица с нулевым определителем. Вот. Но мы знаем, что корни характеристического многочлена, многочлена, сам-то многочлен будет вещественный, с вещественными коэффициентами. Значит, если лямбда-это корень характеристического многочлена, то и лямбда-сопряженная тоже корень. Вот. И корни ходят парой. То есть, из разложения многочлена можно вот такую парочку, да, то есть парочку скобок выделить. Правильно? Отвечающая лямбда и лямбда-сопряженная. Я пишу в переменной х. Ну, а в произведении уже получится вполне себе многочлен с вещественными коэффициентами. Все это можно перенести на матрицы. У вас матрица А минус лямбда-е, которая вырождена, и вот такая матрица, комплексно-сопряженная. А в произведении получится вот такая вот некоторая матрица, уже, значит, многочлен от матрицы А с вещественными коэффициентами. Вот это уже вещественные числа. Ну, давайте напишем. Воспроизведение матриц, ну, по меньшей мере одна из них, а на самом деле и обе, они вырождены. Это матрица с нулевым определителем. произведение квадратных матриц с нулевым определителем, значит, это вырожденная матрица, значит, и результат будет вырожденная матрица. Тем самым, я знаю, что вот эта вот матрица, да, здесь неплохо бы Е приписать, да, вот эта матрица будет вырождена. а дальше идеология, ну, похожая на отыскание там собственных векторов. То есть, эта матрица вырождена, значит, система линейных уравнений с такой матрицей обязательно имеет нетривиальное решение. Существует какой-то ненулевой столбец х нулевое, который удовлетворяет следующему равенству. хорошо. Ну, теперь давайте вот это матричное равенство перенесем обратно в пространство. наверное, нам удобнее будет. Значит, что же здесь написано? Есть какой-то вектор с координатным столбцом х нулевое, то есть, в пространстве существует, давайте его назовем а нулевое, с координатным столбцом х нулевое. Такое, что преобразование с такой матрицей обнуляет этот вектор, то есть, что происходит? φ квадрат минус μ φ плюс вот такое преобразование, примененное к вектору а нулевое, равно нулю. Или φ квадрат от а нулевое, я сейчас перенесу немножечко в правую часть. Получается, что φ в квадрате, примененное к этому вектору, выражается как линейная комбинация только векторов а нулевое и φ от а нулевое, его образа. Вот этого условия уже достаточно, чтобы предъявить двумерное инвариантное подпространство. Сейчас мы его просто увидим. Оказывается, подпространство, порожденное вектором а и его образом, оно инвариантно относительно φ. ну, давайте проверим, почему оно действительно инвариантно. Достаточно понять, что φ от порождающих векторов принадлежат этому подпространству. Давайте его обозначим. Ну, φ от а нулевое, да, оно просто здесь в явном виде нарисовано, да, оно принадлежит у. А φ от второго вектора от φ от а нулевое, ну, вот это и есть φ квадрат от а нулевое. Обращаемся сюда и понимаем, что оно выражается через а нулевое и φ от а нулевое, то есть принадлежит опять-таки у. Вот это самое двумерное, инвариантное. Почему именно двумерное? Ну, ну, потому что два вектора, не нулевой вектор еще. В принципе, оно могло быть и одномерным, но тогда бы мы имели дело с собственным вектором а нулевой, да? Вот мы и отыскали то самое двумерное, инвариантное подпространство, которое было заявлено. В качестве следствия можно получить когда-то обещанную теорему о структуре ортогонального пространства, ортогонального преобразования в н-мерном евклидовом пространстве. Пусть в евклидово пространство конечной размерности и фи ортогональное преобразование. тогда утверждается, что существует разложение всего пространства в виде прямой суммы нескольких подпространств. Каждая у и имеет размерность единичка или двойка, одномерная или двумерная, и у и инвариантно относительно фи. Прямая сумма инвариантных подпространств. То есть реально эта теорема говорит нам о том, что всякое сложное движение, ортогональное преобразование н-мерного пространства сводится к движениям одномерным, одномерное тривиальное, тождественное или просто симметрия, умножение на единицу или минус единицу. Или движением в двумерном подпространстве, то есть двумерным поворотом. Вот структура ортогонального преобразования. Вы можете из этой теоремы сообразить, как будет выглядеть матрица такого преобразования в подходящем базисе, в базисе согласованной с вот этой прямой суммой. То есть будет блочная матрица, блочно-диагональная, а блоки будут представлять собой вот такие ортогональные матрицы размера один на один или два на два. То есть плюс-минус единичка, а здесь матрица поворота. Матрицу симметрии опять-таки можно разложить на плюс-минус единички, то есть остается только матрица каких-то двумерных поворотов. Откуда это следствие получается? Все очень просто. Вы находите одно инвариантное подпространство, например, У1 инвариантное. И надо дальше вспомнить, что если нашли инвариантное, то его ортогональное дополнение тоже инвариантно относительно ортогонального преобразования. Ну и все, дальше вы понимаете, кто имеет опыт работы с такими вещами, вы отделили одно прямое слагаемого размерности 1 или 2, а дальше продолжаете спокойно работать в этом n-1 или n-2 мерном пространстве. Да, но я это не сказал, не ввел, но все понимают, что из этого доказательства получается попарно-ортогональное пространство. УИ-то попарно-ортогональное. И так далее. Продолжаем работу с УИ перпендикуляр и так далее. Вот мы установили, как устроены движения, можно сказать, в н-мерном пространстве. И завершаем вот эту вот главу. Значит, что я еще хотел рассказать. Да, был небольшой у нас параграф касательно двойственного пространства, касательно В со звездочкой. ну и вот сейчас чуть-чуть уже после того, как мы поработали в евклидовых пространствах, я вам предлагаю взглянуть еще раз на это сопряженное пространство, то есть пространство просто линейных функций. вот как мы с вами там договаривались. Если там фи, скажем, это линейная функция, а а это вектор из основного пространства В, то наряду с таким вот обозначением стандартным отображение от вектора, то есть получается какая-то константа, мы используем вот такую вот скобочку, которая напоминает чуть-чуть обозначение никакого отношения к линейной оболочке не имеет, а вот так сказать скобка, которая родственна скалярному произведению или там билинейной функции. Вот мы прошли билинейные функции, здесь, конечно, что-то не то, потому что два аргумента живут в разных пространствах, но тем не менее если мы примем такое обозначение, то имеется линейность по первому аргументу, просто означающая, что фи это не какая-либо функция, линейная, то есть можно раскладывать линейно по первому аргументу и по второму, разложение по второму аргументу просто определяет сумму двух линейных функций, естественно. Вот мы примем такое обозначение, ну и можно пойти дальше можно например сделать следующее вот такой заголовочек в соответствии между подпространствами В и В со звездочкой. Я рассмотрю конечно конечномерный случай в бесконечном иногда там немножко сложнее дела происходят. Рассмотрю подпространство пространство В. И давай попробую изобрести что-то такое аналогичное ортогональному дополнению. То есть в пространстве В со звездочкой я определю вот такое вот множество по следующей формуле. Значит это множество всех φ такие которые ну как бы ортогональны да на самом деле обнуляют лучше сказать обнуляют любой вектор из У вот поэтому это можно конечно назвать вот ортогональным дополнением здесь обнуление происходит а называют вообще говоря аннулятор аннулятор выглядит очень похоже на то как мы определяли ортогональное дополнение аннулятор потому что это все функции φ аннулирующие все векторы А из подпространства У ну или двойственное понятие нуль пространства наоборот если у вас какое-то есть подпространство В со звездочкой вы можете в подпространстве В определить вот так называемое нуль пространства по определению это все векторы из В которые обнуляются любой линейной функции из W а формула вот вы посмотрите опять такие же опять такая вот здесь ортогональность да в кавычках написано множество векторов которые в кавычках ортогональны любой функции из подпространства W ну и вот это вот эти понятия это на самом деле действительно подпространство аннулятор и нуль пространства подпространство и имеется красивое соответствие если вы возьмете для любого подпространства аннулятора затем нуль пространства придете к тому что было то есть полная аналогия с ортогональным дополнением она еще лучше становится если вы будете работать в каком-то базисе согласованном скажем с подпространством U вот давайте например возьмем так пусть U задается некоторым базисом ну и этот базис можно всякий раз продолжить до базиса во всем пространстве то есть его можно дополнить это базис во всем пространстве V как вы думаете как же можно будет описать очень коротко и хорошо вот это вот наше ортогональное дополнение аннулятор напоминаю что оно живет это подпространство в V со звездочкой ну если у нас есть базис в пространстве вы помните что можно ввести так как биортогональный или двойственный базис в двойственном пространстве вот L1 и так далее Ln это двойственный базис V со звездочкой что значит двойственный или уместно тоже биортогональный значит E и Т на L Ж Т равно единице в случае равенства индексов и 0 в случае различных индексов вот такая биортогональность тогда в двойственном базисе как вы думаете как описать вот это вот у ортогонально очень просто просто линейная оболочка всех линейных функций начиная с k плюс первой а наоборот переход к 0 пространству ну это обратный переход отсюда вы видите формулу размерности ожидаемую да почему же такие вещи что они наполовину знакомые для нас то есть модель в общем более общая да модель какая-то формально вообще другая а сейчас мы увидим что более общая дело в том что мы занимались в евклидовом пространстве там ортогональными дополнениями и так далее вопрос почему так все родственно с тем что мы видели в евклидовых пространствах дело в том что в евклидовых пространствах практически нет разницы между в и в со звездочкой вот в чем причина то есть их можно очень естественно отождествить существует так называемый естественный изоморфизм между в и в со звездочкой там каких то конечно это не фокус сделать какой то там произвольный изоморфизм потому что это и это пространство н мерные одинаковой размерности но вот в евклидовом пространстве существует вариант так называем канонического естественного изоморфизма который не зависит ни от чего ни от выбора базиса ни от чего сейчас мы его просто укажем значит каждому вектору а евклидового пространства мы сопоставим линейную функцию назовем ее фи от а которая будет что творить с вектором х как вы думаете что же будет вот это фи от а творить с вектором х как предложите вы работаете в евклидовом пространстве ну да тут практически без вариантов скалярно домножать на вектор а это действительно будет линейная функция просто отфиксировали второй аргумент вот в этой билинейной функции скалярно это будет линейная функция ну и можно показать я сейчас конечно не буду заниматься всеми доказательствами этого факта этого сейчас я цель не в этом на последней лекции вот такой обзор скорее сделать то есть какие-то вещи останутся формально недоказанными уж простите ну значит непосредственно показывается что это изоморфизм и если вы отождествите в и в со звездочкой вот с помощью указанного изоморфизма то вот эти вот общие понятия аннулятора там нуль пространства они превратятся в наше обычное ортогональное дополнение то есть правильным образом было бы и так конечно в некоторых учебниках в общем и делается вот так вот с точки зрения от общего к частному было бы изучить вот эту модель да двойственное пространство в со звездочкой соответствие между подпространствами а дальше сказать о наше евклидово пространство это только жалкий там частный случай вот этой вот истории всей ну с другой стороны может быть и мы занимались тоже в правильной последовательности потому что все таки в евклидовых пространствах все достаточно геометрично да то есть понятие ортогональное дополнение оно очень ну на мой взгляд очень как-то наглядно то есть гораздо лучше чем чем вот эта вот работа в разных пространствах одновременно вот она настоящая причина почему такие вещи получаются ну дальше можно продолжить работу с преобразованиями в двойственном пространстве и вести сопряженное преобразование тоже вполне можно сопряженное преобразование значит как оно будет определяться да абсолютно так же то есть есть преобразование фи из в в а я определяю фи со звездочкой из в звездочка в звездочка каким образом от той же формулой переброска звездочки только я теперь здесь пишу так может быть какую-то другую букву здесь поставим да фи я уже стал называть фи я уже стал называть во всю элементы двойственного пространства ну давайте ф да ф а здесь ф со звездочкой тогда закон переброски звездочки будет выглядеть вот таким образом значит для любого вектора а из в для любого вектора фи из в со звездочкой то есть для любой линейной функции вот определение сопряженного преобразования как видите оно тоже превратится в определение сопряженного преобразования при таком отождествлении в со звездочкой в евклидовом пространстве вот ну и все что мы там ожидаем то и выполняется сопряженное преобразование существует и единственное причем если вы знаете матрицу преобразования F в базисе E то как вы думаете какая будет матрица сопряженного преобразования в двойственном базисе значит вы знаете матрицу преобразования F там матрица А какая-то что вы ожидаете для сопряженного преобразования и никто не знает ну сопряженное так и будет то есть в двойственном базисе это будет вещественном случае просто транспонированная матрица можно продолжить дальше написать теорему Фред Гольма написать соответствие между подпространствами если У инвариант на относительно F то аннулятор значит инвариант на относительно F со звездочкой то есть все вещи которые у нас были про сопряженное преобразование они обобщаются вот ну вот такую главку я хотел с вами обсудить давайте на уровне обзора ее остановим да ну и причина по которой вот эта теория на самом деле покрывает все что мы все чем мы занимались для евклидовых пространств евклидовые пространства превращаются в частный случай ну и наверное последнее были конечно наполеоновские планы и там теорему Жордана и больше в структуре линейного преобразования повозиться и теорему Жордана пообсуждать но наверное пока не будем а вот то о чем нужно поговорить еще это о тензорах тоже будет разговор на уровне обзора ну цель которого ну конечно возникнет определение сейчас тензора формальное но цель которого понять что на самом-то деле мы с тензорами в этом курсе уже многократно встречались мы с тензорами в этом курсе уже многократно встречались давайте сначала значит ну во-первых мы будем работать опять-таки в пространстве в фиксированном вещественном пространстве конечной размерности Н все мы из него никуда не выходим там будут разные базисы и вы понимаете что если у вас есть два базиса вы имеете возможность перейти от е к е штрих значит за это отвечает матрица перехода столбцы которые тра-та-та-та-та значит стандартное определение вот давайте сначала как обычно бывает выясним что мы все делали не так и неправильно и неудобно хотя с какой-то точки зрения было удобно да то есть когда мы писали формулу замены координат было вот красиво да просто матричная формула но тем не менее я обратно от матриц перейду к координатам значит у меня х это был координатный столбец х1 и так далее хн матрица с с координатами значит с числами с ижитое ижитое ячейки и столбец новых координат штрихованный и тогда ну что мы видим х ит это просто сумма с и житое на х житое штрих где жи пробегает от единицы на н вот это неправильно точнее это конечно правильно но обозначение вот с точки зрения с некоторой точки зрения нехорошие неудобные на самом деле давайте сделаем такие поправки вот эти индексы у чисел х1 и так далее хн сделаем просто верхними ну и здесь индексы сделаем верхними если вы не возражаете а в матрице перехода сделаем один индекс верхний а другой нижний значит теперь будем по-новому чуть-чуть номер строки это будет верхний индекс значит это номер строки а это номер столбца так вроде бы ничего не изменилось и формула приобретает у нас вот такой вот вид а вот умные люди придумали следующее физики по-моему значит да говорят давай не будем в такой ситуации писать вот этот вот значок суммирования а тот факт что два одинаковых индекса присутствует один вверху а другой внизу в формуле и будет означать что по этому индексу ведется суммирование то есть вот просто договоримся до таких тензорных обозначений суммирования то есть просто знак суммы стирается а на то что берется сумма ну индексы от единицы до n указывает то что в одном случае индекс нижний а в другом индекс верхний вот собственно для этого мы и затеяли переобозначение тогда формула приобретает вот такой вид замен координат ну или если вы наоборот хотите выразить новые координаты через старые тогда у вас пойдет x тогда у вас здесь будет формуле матричной x штрих равно s в минус первой на x да здесь пойдет обратная матрица ну и если вы элементы обратной матрицы элементы матрицы s это s и житая а элементы обратной матрицы ну пусть будет t и житая тогда у вас формула примет вид ну и опять-таки суммирование вот идет по g от единицы до n давайте посмотрим еще что у нас происходило вот я написал закон изменения координат то у нас было много объектов которые по-разному выглядели при переходе от базиса к базису ну например матрица линейного преобразования следующий пример матрица линейного преобразования было у вас линейное преобразование φ и в базисе е матрица а в базисе е штрих матрица а штрих эти матрицы связаны вот каким законом опять-таки мы с вами договоримся вот о чем в матрице а номер строки будет сверху номер столбца снизу ну и матрицы а штрих то же самое то есть вот они будут у меня теперь как обозначаться элементы матриц а и а штрих тогда тогда вот эта матричная формула приводит к следующему здесь идет умножение на матрицу обратную то есть пойдет у меня т и с каким-то индексом к на а к л суммирование и на с л ж вот я для красоты еще вот эти вот переставлю а и с с л ж и а к л значит в этой формуле я опустил два знака суммирования суммирование по к и суммирование по л вот эти по паре индексов так хорошо еще что у нас было красивого у нас были белинейные формы и матрица белинейной формы матрица белинейной формы одна и та же белинейная форма в разных базисах имела разные матрицы которые связаны соотношением вот каким так ну я черту сейчас не буду писать вот мы как договорились в вещественном случае чтобы тут дополнительно не морочить никому голову пока вещественном случае будем ну и тогда а вот здесь вот я не буду индексы менять то есть я оставлю оба индекса вот в этой матрице белинейной формы нижними с вашего позволения и тогда будет хорошо как раз элемент матрицы B' он выразится через элементы матрицы B в виде вот такой двойной суммы кто сомневается оставляю на проверку что вот это ровно то же самое тождество записанное ну просто не в матрицах а в координатах двойная сумма ведется по индексам K и L ну вот смотрите уже у нас три примера первый пример это координаты вектора второй пример элементы матрицы линейного преобразования и элементы матрицы билинейных форм при замене базиса они ведут вот каким-то себя таким образом ну пора делать обобщение то есть матрица это массив n на n ну здесь просто массив высоты n столбец да а можно сделать массив там n на n на n на n да то есть взять несколько верхних индексов и несколько нижних индексов то есть p верхних индексов и q нижних индексов и определить тензор типа pq как массив чисел вот в таком количестве да изменяющийся в зависимости от замены базиса по следующему закону пусть этот массив представляет собой нечто нечто такое p верхних индексов и q нижних индексов это в базисе e каком-то да каждый индекс независимо друг от друга пробегает все числа от 1 до n именно поэтому да их будет вот столько вот такой массив ну а как обычно если мы работаем в базисе e штрих я просто пишу альфа штрих вот альфа это название тензора я пишу альфа штрих получается другой массив а так вот этот массив меняющийся при переходе от базиса к базису называется тензором если закон изменения будет следующий вы можете его уже и сами усмотреть альфа штрих получается следующим образом так здесь написано произведение вот этих элементов обратной матрицы здесь верхний индекс они просто фиксированы а по нижним будет идти суммирование далее элементы просто матрицы перехода с опять таки с фиксированными уже нижними индексами а по верхним будет идти суммирование ну и дальше вот такая вот кратная сумма да вы можете вообразить какая тут будет сумма и понять почему умные люди договорились этих сумм не писать ну просто чтобы людей не пугать а на самом деле вот в этой формуле ну p плюс q кратное суммирование то есть по каждому из индексов k1 и так далее kp l1 и так далее lq ведется суммирование значит вот это координатное определение тензоров значит можно мыслить себе такие как многомерные матрицы то есть массивы чисел заиндексированных которые при переходе от базиса к базису меняются по следующему закону значит мотивировка этого определения понятна ровно такое мы видим в одной ситуации в другой в третьей и там не только вот ну а по сути вот откуда такие вещи возникают давайте посмотрим значит это у нас просто вектор ну хорошо элемент пространства v значит это у нас линейное отображение это у нас билинейное отображение это у нас билинейное отображение да если бы мы вели еще тензорное произведение было бы совсем хорошо но мы наверное не хотим так сейчас грузиться я вот в качестве такого интересного упражнения могу сказать что есть такое отождествление линейной функции из в в с билинейной функции только вот такого характера из разных пространств из в и в со звездочкой и вот если мы поверим в это отождествление тогда все эти примеры укладываются ну буквально в следующую схему так вот как мы рассматривали билинейные функции можно рассмотреть полилинейные функции первые q аргументов это векторы из пространства v ну а последние p элементы пространства v со звездочкой полилинейные функции то есть вот ну фи от нескольких аргументов и по каждому аргументу да идет линейность то есть вы можете раскрывать вот эту скобку по линейности и тогда определить значение полилинейной функции как вы наверное ожидаете можно зная значение полилинейной функции только на наборах базисных векторов так было и в линейном отображении помните да задайте линейное отображение на базисных векторов мы его однозначно определяем так было для билинейной функции. Что у нас в матрице билинейной функции? Значение билинейной функции на парах базисных векторов так будет и с полилинейными функциями. И вот эти коэффициенты, это как раз и будут коэффициенты значения вот этой полилинейной функции соответствующей. От полилинейной функции такого сорта вы моментально приходите к тензору в координатной записи. Вот эти альфа с большим числом индексом, это будут просто коэффициенты, которые получаются как значение полилинейной функции на наборах базисных векторов. То есть вот эта штуковина будет, значение полилинейной функции на векторах Е и 1 и так далее, Е и П, точнее вот это вот векторы двойственного базиса, Е, Ж1 и так далее, Е, ЖКУ. Ну, это я попытался, значит, немножечко вам указать причину, по которой тензоры возникают естественным образом из полилинейных отображений. Так, наверное, нужно чуть-чуть перерыв сделать все-таки, да, чтобы это определение переварить, ну и немножечко поговорить об операциях, которые можно делать с тензорами, ну а точнее понять, что мы, в общем-то, и выполняли эти операции с тензорами, вот на этих примерах, которые мы видим, да, мы эти операции уже с вами выполняли. Так, что-то мы переучились, да, уже? Ну, пять минут перерыв давайте сделаем. Давайте продолжим, значит, еще раз сравниваю вот это общее определение с теми примерами, которые у нас были. Теперь мы скажем, да, мы видели тензоры, то есть занимаясь вектором, точнее его координатным столбцом, мы видели тензор типа 1,0. На самом деле тензор типа 0,1 мы тоже видели, это вектор пространства В со звездочкой, или так называемый ко-вектор. Если вы посмотрите закон, по которому преобразовывается строчка вот этой линейной функции, то вы обнаружите, что это в полном согласии с 0,1 тензором. Значит, такие тензоры у нас тоже были. Ко-векторы или, значит, элементы двойственного пространства В со звездочкой. Это тензор типа 1,1, то есть линейные отображения дают тензоры типа 1,1, ну и это тензор типа 0,2. Два нижних индекса. Белинейная функция на пространстве В дает тензор типа 0,2. А какие операции можно выполнять с тензорами? Да, удобно ввести какие-то обозначения. Вот Т с индексом П и с индексом Ку, верхним и нижним. Можно обозначать множество всех тензоров фиксированного типа П, Ку. Тогда можно что сделать? Первое. Складывать и умножать на константу. Умножать на константу. Это происходит просто почленно. То есть два тензора одинакового типа, естественно, можно складывать и перемножать почленно. Почленно это значит при фиксированных всех индексах происходит сложение и умножение на константу. В этом смысле множество Т, П, Ку превращается в линейное векторное пространство. Какой размерности это пространство? Ну да, да, да. Как здесь? Здесь пространство N квадрат, N квадрат, N в степени П плюс Ку. Хорошо. Это линейные операции с тензорами. Я сейчас опускаю формальные доказательства, что в результате сложения двух тензоров получается тензор. Тензоры можно умножать. Тензорные умножения. И здесь вот какое дело. Если у вас альфа, это тензор типа П, Ку, там бета, тензор типа П штрих, Ку штрих, то в результате можно, или вот тензорно, да, альфа на бета получить тензор типа П плюс П штрих, Ку плюс Ку штрих. То есть количество индексов складывается. А закон очень простой. То есть вот этот новый тензор, обзовем его гамма. Просто получается произведением соответствующих компонент соответствующих тензоров альфа и бета. Вот где можно вживую, например, тензорное произведение прямо в явном виде сконструировать. Вот возьмите две линейные функции, тензорно их перемножьте и получите билинейную функцию. Так можно получить не все билинейные функции, а вот именно раскладываемые в виде произведения. И посмотрите, очень симпатично на матрицу. Чем же будет характеризуется матрица билинейной функции, которая может быть представлена в виде произведения двухлинейных функций. Погрузите этот пример вот в эту тензорную модель. Получится тензор. Я опускаю проверку. Получится действительно тензор. Это понимают люди, что это содержательное утверждение. Это означает, что вот эти вот гамма многоиндексные преобразуются по заявленному закону при замене координат. Следующая интересная операция – свертка. Здесь наоборот количество индексов уменьшается. То есть, если у вас есть тензор типа PQ, то свертка из него делает тензор P-1, Q-1. Но в предположении, что P и Q хотя бы единички. Значит, свертка определяется очень просто. Если был тензор с вот такими координатами, альфа многоиндексная, то свертка по паре один индекс верхний и другой нижний. Например, по индексам, ну там скажем, и 2, и G1. Что делает? Просто суммирует вот заявленные индексы и 2, и G1. Давайте здесь какую-нибудь новую букву, там, K напишем. Возникает суммирование пока по нашей договоренности. Один индекс верхний, другой нижний. Суммирование. То, что получится, значит, индекса вот этого K уже не будет. Останется P-1 верхних и P-1 нижних индексов. Это будет тензор. Формально можно проверить вот с такими валентностями. P-1, Q-1. Где мы видели произведение тензоров и вот эту свертку? Ну, на самом деле, очень много. Формула Y равно АХ. Фактически, что мы здесь делаем, когда мы матрицу линейного преобразования умножаем на координатный столбец? Мы выполняем сначала произведение, а затем свертку. То есть, всякий раз матричное умножение означает некоторая свертка. То есть, сначала выполнили произведение тензоров, да? Получили формально новый тензор типа 2.1. А затем свернули по паре верхних индекса и нижнего индекса. Получили вот такую вещь. Это будет координатный столбец Y. Ну и как раз все с согласием. Это будет тензор типа 1.0. С билинейной функцией то же самое, да? Формула X транспонированная на B на Y. Значит, есть у вас тензор типа 1.0. Типа 1.0 это Y. И типа 0.2. Вы их перемножили и свернули, да? Получается тройное матричное... А что, кстати, в результате получается? Вот интересно. Как будто бы после свертки возникает тензор типа 0.0. Это что означает тензор типа 0.0? Вот интересный вопрос. А? Число. Но какое число? Числа-то разные бывают в разном базисе. То есть, как говорит инвариант, совершенно верно. То есть, число, которое не зависит от выбора базиса. Ну, действительно, да, значение билинейной формы на паре векторов вряд ли меняется от того, что мы работаем в каком-то другом базисе. Получается тензор типа 0.0 или инвариант. Произведение двух матриц линейных преобразований. Если у вас два линейных преобразования, одно задается матрицей А, тензор типа 1.1, и другой матрицей B, тензор типа тоже 1.1. Вы опять-таки вот эти матрицы перемножаете. Это означает тензорное перемножение, а затем суммирование по одинаковым индексам, то есть свертка. Перемножение плюс свертка. Таким образом, много вещей, которые мы с вами проходили, которые мы изучали, вот в этом тензорном языке получается совершенно естественными, ну и там лишь частными случаями вот этой общей модели. Что еще можно делать? Совсем коротко, ну вот, чтобы попытаться дойти, вот еще у нас один очень интересный инвариант был, это определитель, да? Определитель матрицы, который, опять же, не меняется при переходе от базиса к базису, имеет, как мы там неформально говорили, некоторый геометрический смысл, да, связанный с ориентированным объемом. Ну, все по порядку. Значит, можно такую серию операций над тензорами провести, транспонирование. Для того, чтобы провести, ну как было транспонирование матрицы, да, так тензор можно транспонировать, выбрать пару индексов, например, верхних индексов, и вот транспонирование по индексам и один, и и три означает буквально следующее, переход к тензору, назову его бета, который равен альфа, ну, с заменой индексов один и три, вот они поменялись местами. Если вы мыслите многомерными матрицами, то вот в определенном двумерном слое этой матрицы именно произошло транспонирование, вот и все. Если вы помните, мы с вами брали матрицу и как бы симметризовали ее, вот мы говорили о симметричных, кососимметричных матрицах, можно прямую сумму рассмотреть под пространство симметричных и кососимметричных, ну, и можно, так сказать, сделать симметризацию полусуммы матрицы и ее транспонировать. Вот это уже будет симметричная матрица. Нечто подобное можно делать и с тензорами. Значит, вот симметризация, симметрирование тензоров. То есть был у вас тензор альфа, как его симметризовать по паре верхних индексов. Ну, просто определить тензор того же самого типа как полусумму исходного тензора альфа и транспонированного тензора. Ну, я вот так вот напишу. И транспонирование. Симметризацию можно, как вы, наверное, догадываетесь, проводить и по большему количеству индексов. Например, по и1, и2, и3, как провести симметризацию. Ну, а просто взять среднее арифметическое всех тензоров, получающихся перестановкой этих индексов. Если я беру симметризацию по трем индексам, и1, и2, и3, то всего существует 6 перестановок. А если вы переставляете k индексов, то k факториал перестановок. И можно затеять вот такую вот симметризацию. Ну, здесь будут все 6 перестановок, все 6 вариантов. Это будет уже симметричный тензор от транспонирования по любой паре индексов, от перестановки этих индексов местами ничего не поменяется. Подобным образом можно попытаться сделать аналог кососимметричных матриц, кососимметричные тензоры. Операция альтернирования. Или переход к кососимметричному тензору. Давайте посмотрим по паре индексов. То есть, если я беру тензор какого-то типа, выбираю пару индексов, например, и1, и3, и выполняю альтернирование по этой паре индексов, значит, я перехожу к тензору того же самого типа, который получается как полуразность, да, полуразность исходного тензора и тензора с перестановкой соответствующих индексов. Я пишу полуразность. В общем случае, когда вы альтернируете по большему количеству индексов, вместо этой разности здесь вы тоже можете догадаться, что возникнет сумма, только знакопеременная сумма, а нечетные перестановки индексов будут со знаком минус, а четные перестановки, да, ну, четность, нечетность перестановки вам могла запомниться, да, когда вы занимались разложением определителя. Альтернирование по тройке индексов и1, и2, и3 приводит к новому тензору там какой-то. Не знаю. Который получается из исходного тензора альфа по вот такой формуле. Значит, все циклические перестановки индексов, ну, для трех индексов, я имею в виду, пойдут со знаком плюс, минус, а все остальные пойдут со знаком минус. Ну, подобным образом вы можете альтернировать любой тензор по заданному набору верхних индексов, ну, или заданному набору нижних индексов. Вот здесь уже индексы смешивать нельзя, либо по верхним, либо по нижним. Кстати, по поводу, если хотите, отступление по поводу верхних и нижних индексов, то вот грань между ними немножко стирается в евклидовом пространстве. Потому что есть очень хорошая матрица грамма, которая по-другому называется метрический тензор. Это же тоже тензор типа 0,2, матрица грамма. И вот стандартная операция перемножения некоторого тензора на матрицу грамма, на метрический тензор, и затем свертка по одному из индексов. Один верхний индекс просто превращается в нижний индекс. Называется операцией опускания индекса. Она тоже приводит к новому тензору, у которого просто один индекс верхний превратился в нижний. Вот так спустился индекс посредством умножения на матрицу граммы с последующей сверткой. На самом деле, если вы подумаете, конечно, подробно времени нет, именно в этом причина того, что мы так быстро нашли в евклидовом пространстве связь между самосопряженными преобразованиями и белинейными функциями. То есть формально это тензоры разного типа. Тензор типа 0,2, белинейная форма, тензор типа 1,1, преобразование. Но вот эта естественная операция, которую верхний индекс может превращать в нижний, здесь с успехом работает и обнаруживается связь. Мы об этой связи говорили, ну вот на таком, на матричном языке. Тензоры, которые получаются, продолжим, да, в процессе альтернирования, называются кососимметричными по заданному множеству индексов. То есть что будет происходить с этим множеством индексов для вот этого уже, тензора, полученного в результате альтернирования. То есть если вы уже два каких-то индекса, например, поменяете местами, то знак изменится, да, минус появится. Если два каких-то индекса будут просто одинаковыми, то значение тензора будет равно нулю, да, потому что с одной стороны при перестановке двух индексов оно должно поменять знак, ну, характерные вещи для кососимметрии происходят. Ну а теперь что такое наш определитель, если хотите. Вот с функциональной точки зрения определитель, есть некоторая кососимметричная функция. Вот у вас n-мерное пространство. Это не определитель какой-то матрицы, а определитель как функция det, которая ставит в соответствие упорядоченному набору из n векторов, да, вот значение определителя. Ну, в координатах что это означает? Вы имеете столбцы матрицы А, вот вы имеете столбцы матрицы А, А1 обозначим, А2 и так далее, Аn. То есть это просто координатные столбцы. Ну и вы берете определитель. Это некоторая кососимметричная функция столбцов матрицы. Линейная по каждому аргументу, да, мы знаем свойства определителя, и кососимметричная при перестановке любой пары столбцов, определитель изменяет знак. Ну, вот такой вот полилинейной функции вроде бы должен соответствовать стандартный тензор типа 0, n. Такой полилинейной функции должен соответствовать стандартный тензор. Давайте его обозначим E и 1, и 2, и так далее, и n. Ну и нетрудно понять, как этот тензор себя ведет. Раз он кососимметричный, значит, его значение просто равно нулю, если хоть какие-то два индекса равны. И я так напишу произведения E и K, T минус и L, T по всем парам K и L обнуляется. Да, если хоть какие-то два индекса совпадают, то 0. 1, если E и 1, и так далее, и n. Четная перестановка. Один из вариантов определить четность, еще раз, кроме там количества беспорядков, это перестановка, которую можно реализовать как четное число парных обменов, как четное число транспозиции. Ну и минус единица в противном случае, если это нечетная перестановка. Собственно, кососимметричных функций, если вы, вот таких полилинейных функций на n аргументов, не очень богатый запас, это именно то, что мы написали, и функции пропорциональны, если вы подумаете, да. Если аргументов будет больше, чем n, то уже вообще совсем просто, потому что хотя бы два индекса обязаны будут совпасть. Значит, кососимметричная по всем n индексам функция. Ну, это определитель с функциональной точки зрения. Ну, а определитель конкретной матрицы тоже красивая тензорная операция. Мы этот ваш кососимметричный тензор, да, только что определенный, перемножаем на вот эти тензоры типа 1,0 на координатные столбцы, да, матрицы А с последующей сверткой. Значит, опять-таки тензорное перемножение с последующей сверткой. Не правда ли это очень напоминает формулу разложения определителя, да? А по сути, это она и есть. Вот этот вот значок, да, который обнуляет соответствующее слагаемое, если какие-то индексы равны, или превращает в единицу или в минус единицу в зависимости от четности перестановки. Это и есть тот коэффициент, да, минус единица в степени, там, количество беспорядков, которые у нас... То есть это несколько другой вид формулы, которую мы заканчивали в прошлом семестре. Явное разложение определителя. А сколько времени сейчас? А? Еще пять минут. Есть. Ну, наверное, я тогда содержательную часть все-таки уже закончу, хотя там можно и дальше пойти, дать формальное определение тензорного произведения векторных пространств и, так сказать, с некоторой еще более общей точки зрения посмотреть на тензор. Ну, я думаю, для знакомства и для того, чтобы вы в будущем, там, увидев что-то подобное в механике, да, тензор типа 0.2 или там... в других разделах, чтобы вы опознали этот объект. Я надеюсь, что достаточно такого введения. Вот. Поэтому содержательную, наверное, часть заканчиваем. Остается первое пожелать успехов вам, потому что у вас сейчас горячая пора, зачетная сессия, экзаменационная сессия. Вам сейчас будет тяжелее, преподавателям-то проще, потому что только наслаждаться прекрасными ответами, как вы понимаете. Ну, в идеале. Вот. Будем к этому стремиться. Спасибо. Спасибо.